Зеленые просторы Нижневолжской набережной превратились в сено. Некогда сочный и свежий газон пожелтел. Жара и сухая погода сильно убавила яркость на одной из любимых набережных нижегородцев. Желтый, высохший. Видно, что не особо за ним ухаживают. На такой красивой набережной хотелось бы что-то поэстетичнее немножко. Жарко, наверное. Вот и желтое все. Желтело, потому что дождей было мало. Я так думаю, нужен уход, наверное, ей. Поливать, состригать. Высаживать траву, ну как-то облагораживать, естественно, конечно. Вода-то тем более рядом. Можно как-то, наверное, какие-то эти вот, ой, простите, вот такие крутилки поставить. Все же это можно сделать, если у кого-то на садовых участках трава зеленая, например. Даже если нет осадков, соответственно, за ней ухаживают. Ну так же и здесь. На всех вот участках, даже в городе часто можно увидеть, в полисадниках. Потому что это, я не думаю, чтобы это вот такая была большая проблема, которую невозможно решить. Я здесь нахожусь с десяти практически до десяти. Никогда я не видела, чтобы здесь плевали. Так это везде так вот спуститься по Зеленскому съезду. Точно такая же трава. У памятников, вот я сейчас скажу, вот здесь вот, в Минино-Пожарскому, вообще ни цветов, ничего. Такая же трава, как в колхозе необработанном. Наверное, есть более важные дела у них. Может, из-за карантина тут не до этого. Выглядит она немножко чуть-чуть, как бы брошенная, скажем так, запущенная чуть-чуть. Так что ждем, когда дойдут руки. Между тем, в администрации Нижегородского района уверяют, что за набережной бережно ухаживают. Это был произведен покос травы. И та трава, которая уже была скошена, она просто здесь частично еще не убрана. Подрядчик после покоса просто еще пройдет граблями более тщательно и уберет эту желтую траву скошенную.